я много в роликах говорил о свободе потому что любому существу который сам достиг свободы хочется чтобы другие существа тоже обрели свободу но тут нельзя упускать момент ответственности в этой свободе об этом никак нельзя забывать о чувстве долга и чувстве ответственности это не только связано с тем с чем человек сталкивается но это связано также и также связано с ответственностью ко всем существам мы все едины и поэтому принося боль и страдания кому-то существу конечно же это не гармонично мы сейчас не будем отвлекаться на философию что есть страдания но мы не говорим там что алкоголику не дать бутылку водки и дальше причинить ему страдания мы говорим о реальных вещах но скажем в семье чувство долга ответственности перед семьей там перед родственниками с кем с кем мы родились с кем мы столкнемся по жизни об ответственности какое дело мы выполняем какое бы дело нам не было поручено иногда люди там говорят о там мало платят чё мы будем стараться то это вот как раз безответственно нельзя так рассуждать либо ты брось эту работу не делай этого но никак нельзя любое дело делать безответственно даже в евангелии сказано кто в малом верен тот над большим поставлен будет если вы такую маленькую работу делаете безответственно сбрасывая это и говоря что это там вам не платят достаточно в этом артачить из недовольная но бог смотрит не на то как вам платят он смотрит как вы выполняете свою работу все эти отговорки не действует на самом деле во вселенной нет таких отговорок то есть вы получите в нужной мере все если будете делать все ответственно то есть бог наградит вас только тогда когда вы не будете сначала ждать зарплаты а когда вначале вы будете делать свое дело наилучшим образом вот тогда будет награда это будет посвящение что вы не роптали и выполняли свое предназначение свой долг перед кем-то или перед чем-то выполняли свою работу наилучшим образом поэтому за все вы несете ответственность помните об этом как перед маленьким ребенком который вы воспитываете также перед обществом вы несете ответственность не думайте что общество это посторонние существа так можно рассуждать только человеку на низком уровне развития у него есть свои чужие если вы духовно пробуждены вы должны понимать что все в мире взаимосвязано и вы не имеете права нарушать законы даже если в вашей стране законы несовершенны вы не имеете права их нарушать даже если там ваш вы считаете что в вашей стране вас притесняют вас обманывают и вы хотите в отмеску обмануть это будет не по духовному это вы будете действовать как примитивные существа то есть дашь на дашь а вы должны действовать на вас смотрит бог так вы должны действовать как будто на вас смотрит бог и я уверяю вас что он вас вознаградит если вы будете делать свое дело наилучшим образом наивысшее существо оно не имеет права просто нарушать законы никакие любые поэтому будьте ответственны на своем месте чтобы вам не выпало на вашу долю будьте ответственны на своем пути и вы будете вознаграждены свыше духовный человек ждет награды не от людей он знает что и истинная награда истинное блаженство в руках бога все во власти бога никакие законы не работают если без воли бога ничего не происходит какой бы вы думаете во стране не жили бы все равно вы жили бы так как вы живете некоторые думают вот там я в другой стране буду жить там будет лучше вы можете чувствовать что вам хочется в другую страну это ваше право но если вам не дается в другую страну уехать и нужно выполнять свой долг здесь вы должны выполнять здесь именно тогда здесь и есть ваше место и бог это все знает и будет вам воздавать именно в соответствии с вашими делами никогда не ропщите будьте всегда довольными тем что есть спасибо спасибо Продолжение следует...